Ребятки, всем привет! Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Я вот здесь оставлю инстаграм, телеграм, подписывайтесь сюда и туда, потому что неизвестно, непонятно, что происходит с социальными сетями. И, наверное, нужно везде подписаться, чтобы не потерять, если вам важен наш канал, наша жизнь. Я вас сегодня приглашаю в новый выпуск. Как по названию, я думаю, вы поняли, что мы затеяли переезд. Он нам очень сильно необходим. Мы очень сильно устали от Краснодара, от жизни в этом городе. Чуть позже снимем видео и расскажем, почему мы уезжаем с Краснодара, расскажем наши причины. Так что обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Еще я хочу сказать, что данный переезд, он самый сложный. Здесь ряд причин, но одно из это то, что мы накопили очень много вещей. Сейчас вы все увидите, сейчас вы увидите, как мы собирались, я покружу вас в эту атмосферу. Что-то вы возьмете для себя, какие-то моменты, как совершать переезд. И, конечно же, наверное, что-то посоветуйте. Мы пока не разглашаем, куда мы едем. В комментариях можете писать свои догадки, о куда мы будем переезжать. Я очень надеюсь, что теперь мы будем выпускать видосы так же и часто, как это делали раньше, каждый день. Я очень сильно соскучился по съемкам, я очень сильно соскучился по монтажу. Мне этого очень сильно не хватает. Мы соскучились по природе, по морю, по горам, по лесам, по полям. Вот, скоро это всего будет много, я очень сильно надеюсь. Поддерживайте выпуск лайком, комментарием, репостом. Это сейчас очень нужно, как никогда ранее. Лайк нажали и погнали в новый выпуск. Набрал, в общем, немного коробок разного размера. Единственное, что мне удалось, так сказать, взять, будем сюда складывать все, что не нужно с этого ящика на балконе. Вот, в один из чемоданов, который у нас даже без колесиков, туда будем складывать все детские игрушки, надеюсь, поместимся. И, ну, еще нужно искать, в общем, коробки, чтобы утрамбовать максимально. У нас, как минимум, нужно убирать зимние вещи. И из того, что вырос уже Мирончик, это нам тоже, как бы, не нужно. Собрал я коробки все эти, но они, конечно, вообще все маленькие. Вообще прям, что-то... Нужны прям большие. Я думал, такие какие-нибудь, типа, банановые. 60-40 на 50. А это что-то вообще, ну, сами поднимаете, да, смешные. Ну, хотя, может быть, мы в какие-нибудь положим, отсортируем какие-то комплексные вещи. Ладно, сейчас будем разбираться. Кое-что нашел на балконе. Смотрите, эта сумка такая огромная, китайский баул. Мы когда запускали магазин одежды женской, мы вот покупали на садоводе такую сумку. Не одну даже, по-моему, еще тележку, чтобы это было удобно до машины довозить. Вот, собственно, сейчас осталось. Нашел. Именно сюда мы соберем все, наверное, зимние наши вещи из этого огромнейшего шкафа. Переезд, конечно, это та еще история. Хуже пожара. Но есть огромный плюс в переездах. Это то, что ты освобождаешься от всего, что тебе якобы нужно. Ты просто смотришь это все дело, сортируешь. И, ну, я не знаю, процентов 30-40 каких-то вещей просто выкидываются. И в этом плане переезжать нам очень нравится, потому что происходит автоматическое расхламление. Итак, что я решил? Смотрите, раньше, когда мы отвозили ненужные вещи в гараж, в коробках, мы, значит, просто на каждой коробке подписывали, что лежит в этой коробке. Так как сейчас мы будем пользоваться услугами каких-то кладовок, да, во избежание лишних недоразумений, мы решили просто промаркировать коробки. То есть, смотрите, покажу вам. Вот, например, цифра 1, да. То есть, в этой коробке будут лежать определенные вещи. Далее в телефоне я создам заметку, которая будет называться там коробки-склад. И там уже непосредственно все подробно пропишу, что лежит в коробке под цифрой 1. То есть, и мне так будет легко, удобно, и человек, который, например, на складе, мало ли там что-то вскроется, еще что-то, ну, все может быть, да, чтобы, либо когда буду переезжать, все эти коробки буду составлять, там же все равно есть человек, который наблюдает, чтобы не, как говорится, не мозолил себе лишний раз глаза над писями, что лежит в коробках. Вот, ну, так сказать, подстраховать себя, потому что мы в кладовках никогда ничего не размещали. Как это будет, не знаю. Так сказать, себя немножко обезопасить. Ребятки, в связи с тем, что мы переезжаем, и в связи с тем, что еще Мирончик подрастает, ему нужен полноценный стульчик, который мы сейчас присматриваем. У нас есть вот такая вот люлька, которую мы хотим продать. Точнее, мы ее уже и продаем. Если вам кому-то нужна, у нее идеальное состояние, не царапин, ничего. Сами, кто за нами давно наблюдает, знаете, что мы дом почти не жили, купили, потом начали путешествовать, потом вообще уехали в Турцию, и как бы толком он в ней не посидел. Но сейчас как бы активно мы ее используем. От нее есть все документы, от нее есть даже коробка. Вот, я вам покажу. Я ее просто разберу, и скорее всего мы отправим ее в Москву. Если вам нужно будет из любого региона, мы вам также в любой регион ее отправим. Что по цене, пишите Настеньке по контактам в описании, и в принципе договаривайтесь. Обзор на эту люльку я оставлю в описании, посмотрите, насколько она классная. Так, ребятки, смотрите, также вот на продажу у нас есть слинг американский, оригинальный американский слинг. Мы просто выросли с него, а для Мирона он не подходит, он как бы XS, поэтому он так просто не залазит. Далее есть чиковские наборы. Смотрите, это молоко от SOS. Это все новое абсолютно, ничего не пользовались, не вскрывалось. Это что такое, Настенька? Бутылочка. Вот, также есть. Ничего не вскрытое. Соски, это все новое, просто как бы брали на всякий случай, но ничего не нужно. Бандаж, но это бушный. Вот, и... Что, это тоже бандаж? Тоже бандаж. И чулки новые. Кому нужно, пишите Настеньке. Фу, уже, видите, даже закат у нас был. Завтрашнего дня вроде должно быть тепло, но не факт. Целая сумка зимних вещей на нашу всю семью. Я свою зимнюю куртку тоже убрал. Надеюсь, что таким способом я притяну сейчас тепло. Вот это все, что я собрал за, так сказать, целый день. Куча всего, на самом деле. Вот эта коробка, я вам показал, это полностью на продажу будет. Чемоданы, это у нас будут полностью с вещами, с нашими. Вот это пойдет под игрушки, это мы здесь еще пересортируем все. Это вот коробка от люльки. Вот, и там еще хотел сказать по мелочи, но слово по мелочи вообще точно не подойдет сейчас сюда. Да, мы, в общем, тащили сюда так много всего, а получается, что, как говорится, жить в Краснодаре, это, ну, не наш точно формат, жить здесь никак вообще точно. Ну, я не знаю, либо в какой-то деревушке недалеко, так сказать, от Краснодара, в каком-то поселочке может быть домик там, к примеру. Но, опять-таки, на это нужно сначала поснимать, попробовать пожить год, покрутить все сезоны, если зайдет, не зайдет, ну, вот, вот, сам город не зашел. Я обязательно сниму выпуск про то, почему Краснодар нам не зашел. Я не буду рассказывать в этом выпуске про его минусы, я просто расскажу наше впечатление, почему он не зашел. На днях обязательно сяду, поставлю перед собой камеру и, так сказать, выскажусь. Но, вот, да, приняли решение, что нужно уезжать. Сборы продолжаются. Вон, я, кстати, сейчас заглянул там под стул, там вон еще даже есть коробка, это, типа, ну, такие документы не первой необходимости. Еще же у нас будет куча посуды, вот. Ну, собственно, сейчас буду еще потихоньку все укомплектовывать, вот. И чуть позже, когда соперемся, мы тут просто сегодня с Настенькой так подумали, а смысл нам снимать кладовку, я так загуглил, примерно 3-4 тысячи будет стоить. То есть, зачем снимать кладовку, когда у нас есть в Подольский гараж, мы тоже его снимаем, там, за 3-500. Проще, наверное, будет отправить туда все вещи. Ну, вообще, вот точно не нужно, там, вот, зимний, например, на вырост, Мирону, там, украшения на елку и так далее и тому подобное. И уже, если даже нам вдруг понадобится, то мы, как бы, попросим родителей, они нам отправят. А здесь оставлять в Краснодаре все это дело. Короче, не знаю, вот мы думаем, что, например, вы думаете, напишите, как бы вы поступили. Вот, посудность тоже гора, видите, говорю, все оттуда увозили в надежде, даже коньки где-то. Где коньки? А, вот, вот тут вот коньки Настенькины. Это еще, видите, Сочи 2014, и мои тут канадские. Свезли все по максимуму, в итоге, как говорится, не прижились. Ну, ладно, об этом расскажу в следующем выпуске. Сейчас пойду дальше собираться, собирать, наверное, посуду. Покажу вам немножко. Смотрите, у нас сегодня солнышко, светит небо голубое, но безумно сильный ветер. Я тут выносил коробки, мы перебирали всю нашу макулатуру, документы, куча-куча всего. Вот, в итоге вышел из подъезда, такой сильный ветер, что у меня все сдуло, бегал по двору, собирал все это дело. Еще, мы, видите, продолжаем собираться. Собрали еще детское. Кстати, вот такие бортики у нас есть. Тоже хотим продать, там, не знаю, напишите, там, тысяча-полторы за них. Вот. Еще вот это вот доупаковываем. Здесь, видите, я уже даже шкаф разобрал. Ну, потихоньку, я думаю, что есть продвижение, будет продвижение, да, Темка? Да. Игрушки соберем, разберем, да? Да. Только я не знаю, что это вообще. У нас наступил новый день. Я хочу с вами поделиться нашей прекрасной погодой. Посмотрите, какое сегодня солнышко. Просто потрясающе, правда, окно пыльное. Мы сегодня с утра проснулись рано в 7 утра, несмотря на то, что легли с Настенькой в 2, как обычно. Быстро позавтракали и приняли решение поехать быстро погулять в парк Галицкого. Идеальная погода. Вообще нет пробок. Накатались с пацанами на скейте. Вот прям вообще от души. Вот, вернулись домой. Сейчас пока детки спят. Я планирую, что нужно сегодня обязательно еще продолжать сборы. Я думаю, что нужно упаковывать посуду, потому что, в принципе, у нас осталось из такого, что нужно куда-то девать. Это детские вещи, Мирона вещи. То есть, маленькие из которых он уже вырос, да? И мне их куда-то отправлять на хранение. И, ну и получается посуда и какая-то техника. И, по сути, все. И все вот это барахло сложить уже непосредственно на балконе аккуратно, запаковать все коробки. И уже будет тогда понимание, если это все-таки кладовка, то какой размер кладовки брать. Если это все-таки отправлять в Москву, то нужно тоже просчитать, сколько все это дело выйдет по цене. Но, опять-таки, Настя предложила, а может быть, все-таки мы в машину и с собой. Окей, вопрос куда. В общем, ладно, буду сейчас продолжать все это дело упаковывать. У нас коробок осталось мало. Но я надеюсь, что мы поместимся в остатки, чтобы больше не ходить, ничего не искать. Так, ну что, в общем, мы что решили с вещами? Будем их отправлять. Будем отправлять в Москву, в тот гараж, который у нас арендуется в Подольске. Прозвонил я, промониторил все кладовки. Здесь цена 3-3 500 на самые маленькие помещения. Позвонил я, в общем, в тот город, куда мы едем. Там есть кладовка, вон там маленькая. Но, опять-таки, нам эти вещи нужно что-то как-то будет переправлять, дополнительные расходы. Непонятно, насколько там мы будем в том городе. Короче, куча всего опять навалилась. И мы так подумали, решили, дай-ка мы все-таки отправим лучше туда. Там есть родители на крайняк, если нам что-то нужно будет. Их попросили, они всегда могут отправить. Либо что-то отсюда мы можем отправить им. Вот, поэтому договорился уже с водителем. Завтра подъедет машина, забирает все эти вещи. Сегодня нам нужно в экстренном порядке быстро все это дело упаковать. Вот, допинать, так сказать, все коробки, посуду. Еще таки посудой даже не занимался. Вот, и завтра будет уже непосредственно отправка. Еще что хотел сказать. Мы очень хотели перед отъездом, перед переездом продать эту люльку. Потому что Мирончик уже подрастает. И буквально там месяц-два она уже нам будет как бы неактуальна. Мы хотим ему просто купить стульчик, вот, в котором он будет сидеть. И кто не приобрел, теперь она также у нас продается. Пишите Настеньке, но отправка уже будет из Москвы. То есть, если кому-то нужно в какой-то регион, мы попросим родителей. Родители непосредственно отправят. Такая люлька по высоте регулируется. То есть, она вот так полностью опускается, поднимается, делается в стульчик. Либо вот полностью как бы в кроватку, либо полностью в стульчик. Вот. Настеньке, пишите. Вот. Либо, ну, либо мне на края. Это просто какой-то капут. Честно говоря, по ходу, ну так по ощущениям, это самый сложный переезд, который у нас вообще был. Он сложный, потому что переезд как бы это здорово. Но, когда ты обрастаешь какими-то вещами, он превращается на сбору в какой-то ад. Я вам показывал балкон. Здесь, видите, уже все, почти ничего не осталось. Коробки, наш унитаз, этот, когда мы в палатках стоим, коляска. Наши три чемодана, которые поедут, естественно, с нами. А, сумка. Так, ее надо спустить. Еще множество сумок, это нам нужны они. Сейчас еще надо люльку будет упаковать. Вот, друзья, вот кто люльку будет приобретать. Вот, вот в такой вот коробке она будет. То есть, здесь, здесь вот абсолютно все, даже инструкция, все у нас сохранилось. И вот такую штуку, это типа манеж такой походный, тоже будем брать с собой наш термос. И еще ванночку заберем. По сути, все. Сейчас я еще покажу, сколько много у нас получилось вещей. Смотрите, лего дупла. Вот тут вот коробки, вот как я говорил, вот я пронумеровал. Вот так вот. Дальше. Здесь, это мое кресло, монитор. И вот так вот забита вся прихожка. Очень много. Сейчас еще осталось доукомплектовать детские вещи, которые стали Мирончику малы, либо которые нужны нам будут только в годик, да, например, либо в полтора. Верно? Тоже их отправим. На осень, да. Потому что однозначно за этот период мы в Москву точно скатаемся, еще что-нибудь пересортируем. Фух, вот. И все. А, стол тут стоит, стол, да, конечно, мы отправлять не будем. Все, вот это завтра машина приезжает, и все. Я все это дело пакую в тачку. Собственно, ладно. Сейчас еще чуть-чуть доукомплектовываемся, и до завтра. Вот, собственно, в таком вот виде люлька достанется новому хозяину. И тут, конечно, дети, вот пластилином немножко все поизмазали. А так вот, в принципе, смотрите, люлька, регулировка. Тут что? А, типа колесики. Так, это что-то опять регулировка. А, ну и, собственно, вот основные позиции вот так. Этот, как оно называется? Господи, я забыл. Короче, вы поняли. Стульчик, и вот еще позиция стульчика очень низко. В общем, пишите, забирайте. Алло-алло, насчет погрузочки из Краснодара. Да, ну подъезжайте минут через 30, удобно будет? Открывай. Давайте. Последние шишки остались. Пацаны, не-не-не, это очень тяжелое. Пацаны мне помогают. Сейчас вот так вот все в подъезд. Потом все в лифт, потом на первый этаж, потом на улицу. Пока машина едет, мы все это дело быстро вынесем. В общем, с такой командой никакой переезд не страшен. Так, смотрите, мы все вынесли. Вот такой у нас объем. Сейчас ждем водителя и будем загружать. Но моя команда шикарная. Мы настолько быстро все сделали. Один помогал, второй держал лифт. Настенька следила за вещами. Вообще красота. Номер телефона. Да, да, да. Все, погрузили. Ну все, мы отправляем машину. Вот она уезжает. Очень были сложные сборы. Этот переезд прям вот, я не знаю, он самый сложный, который у нас когда-либо был. Завтра уже отец встретит машину, все разгрузит. Пишите, как вам наш переезд. Берите какие-то возможные, всевозможные лайфхаки. Так, я буду помогать еще выезжать ему. Вот. И мы пока не говорим, куда мы едем. В комментариях напишите, как вы думаете, какой город мы переезжаем. Друзья, я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже скоро в новом видеоролике. Пока.